Продолжение следует... 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 Положительное заключение расширенного заседания кафедры. Диссертация в твердом переплете в трех экземплярах на русском языке и один экземпляр на казахском языке и на электронном носителе. Список научных трудов и их копии, заверенные ученым-секретарем ВУЗа, в котором докторант проходил обучение. Анотация диссертации на казахском, русском и английском языках в электронном и распечатанном виде, объем не менее пяти страниц на каждом языке. Выписка из протокола ученого совета об утверждении темы диссертационной работы и закрепления научных консультантов. Копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры. Справка из научной библиотеки Казна-ИО о наличии публикаций в международных научных изданиях, имеющих по данным информационной базы ВПО в САИНС и ЛИСКОПУС. Справка о проверке диссертации на плагиат. Заключение этической комиссии Казна-ИО об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав безопасности и благополучия объектов исследования. Все перечисленные документы находятся в папке для желающих ознакомлений. Спасибо, Тимур Тривонович. Уважаемые члены диссертацийного совета, есть вопросы к ученому секретарю? Если нет вопросов, тогда слово предоставляется докторанту Бари Габид Толюгенвала для изложения основных половин диссертаций. Пожалуйста, вам 20 минут. Здравствуйте, уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые присутствующие. Позвольте представить вашему вниманию диссертационную работу на тему получения высокопродуктивных форм Кокса-Гыза, Тараксаком Кокса-Гыза на основе вариабельности морфо-физиологических признаков. По актуальности, в настоящее время на мировом рынке основным источником каучука является бразильская гивея, гивея бразиленсис, которая в свою очередь подвергнута риску заражения грибковому заболеванию. И поэтому также существует угроза полного исчезновения плантации гивейного дерева. В связи с этим в зоне умеренного климата исследуется и вводится в культуру Адуванчу-Кокса-Гыз, отечественный источник натурального каучука по качеству не уступающему каучуку гивею. Каучук – растение эндемик Республики Казахстан. В связи с этим была поставлена цель изучения, создания и использования нового селекционного материала с улучшенными количественными и качественными признаками для селекции раннеспелых высокопродуктивных форм кокса-Гыза. Для выполнения данной цели поставлены следующие задачи. Провести идентификацию Адуванчиков рода Тарахсакум ДНК-маркерами и скрининг по содержанию каучука в корнях. Оптимизировать технологию экстракции каучука. Провести отбор раннеспелых высокопродуктивных форм кокса-Гыза в полевых условиях. Размножить отобранные высокопродуктивные формы кокса-Гыза корневым черенкованием. Оптимизировать площадь питания кокса-Гыза для получения наибольшего урожая корней и каучука. Провести полевые опыты по выращиванию кокса-Гыза как однолетней культуры в условиях юго-востока Казахстана. Оптимизировать состав питательной среды для введения кокса-Гыза в культуру инвитро. Основные положения выносимы на защиту. Адуванчик кокса-Гыз – продуцент натурального каучука и растений эндемик Республики Разастан. Применение современных методов генетического анализа для построения филогенетического древа каучуконосных адуванчиков. Микробиологическая экстракция каучука из корня кокса-Гыза. Получение и отбор форм кокса-Гыза с высоким урожаем корня и содержанием каучука. Возделывание кокса-Гыза в условиях юго-востока Казахстана для введения его как однолетней культуры. И введение в культуру инвитро кокса-Гыза для получения чистого исходного материала. Основные методы диссертационного исследования представлены в данном слайде. И по результатам. На первом этапе выращивались следующие представители рода тараксакум. Это, собственно, сам тараксакум кокса-Гыз, тараксакум бреви-карникулятум, тараксакум хиберу, буросемянная форма. Это также является тараксакум крымский и розово-семянная форма. И тараксакум глаукантос. Также использовалась тараксакум официнали, который растет по всему миру. Далее мы корни после сбора урожая высушивали, экстрагировали. Силулацетоновым методом и гексановым методом. Собственно, в гексане он растворяется. И второй метод – это микробиологическая экстракция, в котором применяются целлюлотические грибы, которые разрушают целлюлозу. Это основной компонент корней одуванчиков. На рисунке 3 представлено в виде столбиков в содержании каучука, где лидирует кокса-Гыз. Л-2 и кокса-Аржас – это наши популяции Казахстана. И кокса-Гыз, КАС-08-023 – это образец взятый Соединенных Штатов, который в свое время советским ученым был предоставлен Соединенным Штатам для исследовательских работ. И после того, как мы провели скрининг, определили содержание каучука, мы применили ДНК-маркеры СССР, АССР и РАП-маркеры, анализы для идентификации по данным маркерам одуванчиков и построения филогенетических древ. На данных рисунках представлены рисунок 5. Здесь ДНД-грамма СССР-анализов, который проводился полиакриламидом гели, и АССР-РАП проводился в классических огородных гелях. Программа Терри-Трикон, были построены данные дендограммы филогенетического древа, и мы видим здесь, что КОКС-ХАГЭС, одуванчики, являются близкородственными и находятся в родстве удаленными с другими представителями. Далее, необходимо было оптимизировать, усовершенствовать способ получения каучука из корней методом микробиологической экстракции. Здесь грибы были представлены родами термометисис лангеносус и триходерма вериды, которые, в свою очередь, являются целлюлитическими грибами, которые гидролизируют или основными источниками гуглерода являются целлюлоза и целлюлоза, собирающие компоненты. Метод представлялся собой высушенные корни, они оприскивались, и параллельно в лабораторных условиях на шейкере экстрагировалось с добавлением данных культур грибов прямо в корни, смешанных с 0,1% миласы, производилась экстракция при комнатной температуре, и для термометисис лангеносус оптимально было 35 градусов. В итоге мы получили эластичный каучук. В отличие от гексановых экстрактов, он является намного эластичным. Выражается это все тогда, когда помещается на долгое хранение при плюс 4. Гексановые экстракции ломкие, а каучук полученный экстракцией применением грибов является эластичным. На рисунке 8 представлен график гель проникающих хроматографии, в котором мы определяли полимеризацию. В данном случае полимеризация определяется качеством каучука. Гивея же имеет от 1,1 млн до 1,3 млн грамм на моль степень полимеризации. Тогда как мы в среднем имеем КОКСАГЭС, казахстанская популяция САРАЖАС, это 1,167,000, и УСДА, это США, 1,118,000, что практически не уступает гивейному каучуку. Мы определили гель проникающих хроматографии. Далее, полевой опыт был произведен на площадью 200 квадратных метров. Каучук высаживался в количестве 514 штук в торфяных таблетках одномесячных, в заранее подготовленной обработанной почве ручным методом. Полив производился поверхностно более 15 раз за сезон, то есть в течение 4 месяца. Далее производилась прополка, подкормка однократная, уход за растениями. И сам отбор, суть отбора заключалась в отборе быстро развивающих, растущих с началом цветения растений форм. Помечались они этикетками и подписывались. По завершению вегетационного периода производился структурный анализ, вот подготовка растений к структурному анализу. Экстракция каучука микробиологическим методом. Собственно, в таблице 1 представлены основные результаты структурного анализа, где мы условно разделили на крупные, средние и мелкие корни из 325 растений, которые были отобраны из 514 растений. Значит, крупные у нас представлены 105 растений, масса корня в среднем на сыровой вес 35 грамм и содержание каучука 5,3 это на сырой корень и 22,5 у нас это получается на сухой корень. При сушке масса корня увеличивается в 4,25 плюс-минус 0,2 раза. И дальше удобно было определять уже содержание каучука на сухой вес. Далее в продолжении таблицы мы видим корреляцию по корреляции Пирсона, где была определенная хорошая корреляция положительная соотношение массы корня к соотношению полученного каучука, что в свою очередь имеет хорошую корреляцию. Крупные корни отбирались от 30 до 40 грамм, средние от 20 до 30 грамм, мелкие от 15 до 20 грамм. И 6 образцов имели от 40,4 грамма до 41,9 грамм. Как бы 6 образцов отдельно больше 40 грамм. Далее в высокопродуктивной форме количество 105 штук было произведено черенкование после сбора в парник, который является рабочим парником теплицы, то есть маленького объема. Раннее весеннее, позднее осеннее можно работу производить. Было посажено 605 черенков. Условно мы разделили на три части. Это верхняя, где розетка находится средняя, и нижняя, где корень становится меньше, где мальчиковатым становится. И, соответственно, около 80% мы имеем. Это укореняемость верхней части, 70% в средней, и самое малое 50% это нижняя часть, соответственно. На следующий год, так как это второй вегетационный период, содержание каучка было 6%, тогда как первый год это 5,3%, второй год уже 6% было в среднем. Масса корня увеличилась до 30 грамм из отобранных в среднем. И отдельные группы, где я упомяну ранее, от 40 до 41 грамма, мы отдельно сажали в черенки и отдельно с них семена собирали. В итоге был проведен также структурный анализ, выделен каучук и собраны семена. В итоге с каждого растения у нас получалось 20 на 20 расстояние этих черенков, как видно на рисунке. Мы получили с каждого растения в среднем 550 миллиграмм семян. Следующим этапом была оптимизация площади питания для одуванчиков для получения наибольшего урожая корней и каучука. Также в перфорированных стаканчиках в торфогрунте были подготовлены растения месяцем, высажены на площадь 100 квадратных метров в 6 вариантах. Это значит растения 10 на 10, 10 на 15, 15 на 15, 15 на 20, 20 на 20 и 20 на 25 сантиметров друг от друга, шириной около 50 сантиметров, соц. 50 сантиметров. То есть имитация была такая, что в полевых условиях между этими пустыми местами, то есть прогонами, чтобы трактор проезжал по завершению вегетационного периода, собирался урожай. Уход был также прополка, подкормка и полив, самое главное, производился тут уже капельным орошением с расходом полтора литра в час воды. И по завершению данного эксперимента производился также структурный анализ и определялась значит урожайность, что представлено в данной таблице номер 2, зависимость урожая, каучука, коксовеса, плотности посадки. Здесь мы имеем при 500 тысяч растений на гектар, это у нас 10 на 10 сантиметров, мы имеем 5 тысяч, на пересчете 1 гектар 5000 килограмм, или 5 тонн сырых корней, и урожай 209,4 килограмма каучука. Также каучук представлен, экстрагированный, таким же образом корни высушивались. И далее, следующим у нас экспериментальной работой является выращиваемая одуванчика как однолетняя культура на условиях юго-восточного Казахстана. Полевые работы проводились 3 года, в течение 3 лет, в 50 километрах от центра Алматы, в крестьянском хозяйстве Остемир, это вот по Кульжинской трассе, растения высаживались на подготовленную почву, тут культиватор применялся для разрыхления почвы ручной, и растения рассаживались в одном квадратном метре, размещали порядка 10 растений, то есть получалось у нас 50 на 50 сантиметров растений друг от друга, в площадью 400 квадратных метров. И таким же образом проводился уход за растениями, и в итоге каждый последующий год с участков 400 квадратных метров мы имеем 35 килограмм первый год, 32 килограмма второй год, 37 килограмм третий год урожая, и в пересчете на гектар это получилось 100 тысяч растений, урожай сырого корня составил от 16 до 18,5 сантиметров, в пересчете на гектар каучук в среднем получился 4% на сырую массу, соответственно, корня. Также, помимо каучука, подуцируемым сырём в целом представители тараксокома, одуванчиков является инулин. Инулин – это сахарид, накопляющийся практически в конце, вот по графику, в конце вегетационного периода в сентябре, и спад начинается в октябре месяце. То есть по наблюдениям, по данному графику, видно то, что происходит изменение накопления инулина. Это, скорее всего, зависит от погодных условий, от количества влаги, определялся основными двумя методами. Это анализом, так называемой, ВЖХ – высокоэффективная жидкостная ароматография, или HPLC, в котором применялось как контроль чистый инулин. Для построения кривой определения в экстрактах, уже в выделенных образцах, в этих данных растворах определялась высокоэффективная жидкостная ароматография. Здесь мы имеем 24% по первому методу. На сентябрь на сухой, соответственно, вес корня. И по второму методу, это по разнице фруктозидов и фруктозанов, мы имеем около 23%. Для подготовки применялся кухонный блендер. Сухие корни измельчались в воде. Дальше происходил подогрев до 60 градусов. И на рисунке, рисунок вот этот D, мы видим вот это темное в чашке Петри, это экстракт сырой, общий. А дальше уже образцы очищенные. Представление B, C, D. Далее. Данная работа была проведена большая работа по введению культуры инвитера кокса-газа для индукции изолированных корней и соматического эмбригенеза. Данная работа была проведена с целью получения и оптимизации культуры инвитера для получения исходного чистого материала. В данной таплице представлены результаты по индукции изолированного корня. Для получения изолированного корня мы брали семена, отобранные в сопротивную форму, проращивали их в половине состава питательных веществ в кноп, в среде кноп. Дальше проходила индукция уже с добавлением гормонов в питательную среду МС. Это ЮК и НУК. Их комбинация. Здесь мы имеем самое оптимальное. ЮК 1 мг на миллилитр в комбинации с НУК 0,5 мг на литр, в котором и образовалась наибольшая масса корней изолированных. По завершению эксперимента производился структурный анализ. Следующий этап – это индукция эмбриогенеза с дальнейшей регенерации, где таким же образом применялись стерильные экспланты, полученные от семян, пророщенные на кнопе, которые высаживали в питательную среду Муросига и Скуга. Для колосообразования применяли 2,4D, 2 мг на литр. Для морфогенеза у нас получается питательная среда дополнена БАБ и 2,4, 4 мг на литр и 2 мг на литр, соответственно. Эмбриогенез индуцировался с помощью БАБ 2,5 мг на литр и 2,4D с добавлением сахарозы, глутамина и агаром 6 г на литр. Регенерация последняя. Этап индуцировался с добавлением ЮКНОК. Они взаимозаменялись в концентрациях 0,1 мг на литр и БАБ 2,5 мг на литр. С добавлением агара, твердой среды, все глутамины и повышенной концентрации сахарозы. В дальнейшем полученные регенеранты промывались от питательных сред, стандартной уже технологии, и высаживались в автоклавированный почву грунта уже для дальнейшего развития и сбора семян. Также в ходе выполнения данной работы мы выращивали коксагыс на гидропонике, биопонике, аэропонике. Биопоника для справки – это органическая гидропоника, также в которой применяется триходерма, это почвенный гриб или термомицис логеноса для минерализации органических веществ, чтобы они были доступны для растений. На первом этапе было оптимизировано освещение, в которых по данным рисункам было оптимальное применение RBN – Red Blue Neutral, то есть красно-синее нейтральные фитолампы. В других же вариантах применялись красно-синее, желто-белое и комбинация всех четырех этих цветов. И было выбрано RBN, то есть светильники для оптимального роста растения и по накоплению хлорофила. Далее мы уже вводили это в биопонику и гидропонику в сосудах с аэрацией, в которых дальше была оптимизирована уже сама корнестимулятора, это ЮК, инолю, уксусная кислота. И оптимальная была концентрация, как показано на данном графике, 1 мг на литр. Производился полный структурный анализ для определения оптимальной концентрации. А возрастом около 1 месяца я проводил структурный анализ. Далее эти растения перемещались уже в аэропонику, где специальным мембранным насосом по типу аэрозоля распылялся питательный раствор каждые 20 минут интервалом в течение 5-4 минут, в зависимости от температуры, если закрытое помещение, то 3 минут достаточно было. Опылялись питательные вещества, и корень получался в данном методе, он не гнил, не было замечено гнение. Также производилось освещение. И в 8 часов, это получается, 16 часов освещения было, и 8 часов – это сна, то есть темные фазы. В итоге средний вес трехмесячного растения коксага составил 27 грамм, корни в суровом весе, и около 10 грамм – это в сухом весе. 2,35 сухом весе. Содержание каучка тут, к сожалению, меньше было, чем по сравнению с почвой. Это 0,8%, она как бы с трудом доходила. И тут рисунок 32, изображена проточная гидропоника. Там растения очень плохо разваялись, зачастую происходило гниение на классической гидропонике, если взять, без добавления триходермы. Но с добавлением триходермы гниение не наблюдалось, так как это грипп-антагонист. Реинтердукция коксагыза проводилась в родных ареалах обитания. Это поселок Кигень, Саржас и Соленое озеро – это родные места обитания, где, собственно, коксагыз сам происходит. Для имитации почвы в сосудах объемом 0,5 литров мы ращивали семена и доводили до двухмесячного возраста, в котором также проводился структурный анализ для определения оптимальной почвы для наибольшего накопления каучука. Такая вот исследовательская работа, в ходе которой было определено, что почва Кигень является самая оптимальная по накоплению каучука и вообще по всем другим параметрам растений в целом. Также растения высаживались в родных регионах, в торфяных таблетках в возрасте одного месяца. В течение двух лет проводилось исследование. И также определено и подтверждено было, что село Кигень, почва и, возможно, климат благотворно влияет на само развитие растений, накопление сырой, сухой массы и накопление собственного каучука, что отображено в таблице 5. Первый год мы имеем 6,2% каучука. На следующий год мы имеем 10%, что больше по сравнению уже с городским. То, что в городе Алматы проводили мы, в естественных ареалах обитаниях она имеет наибольшее значение, накопление каучука. И по заключению, если у нас время застут, заключение по уже огласованным результатам, это вот с помощью РАПТ-АССР и АССР-маркер была идентификация одуванчиков и было проведено, то есть построено филогенетическое древо, разработанная усовершенствована технология экстракции каучука, микробиологической экстракции. Хорошо. Благодарю вас. Уважаемый член Десятого Совета, доклад докторанта окончен. Пожалуйста, вопросы. Вопрос может задавать в какой форме письма? Пожалуйста, всех бармекш. Да, очень актуально интересная тема. Это возделование для естественного получения каучука. И нам известно, что еще в советские периоды они сеялись даже в производственных условиях. Мне интересует вот такое вопрос. Вот двухлетная культура, вы сами говорите, вы его перевели как однолетную культуру. Что здесь вы использовали? Теплицу или что там? Благодарю, Сергей Павлович. Мы использовали естественные условия, это полевые условия. Мы вводили его как однолетнюю культуру, чтобы в течение одного года получить урожай каучука. А двухлетка, вот как я упоминаю, это был как бы такой научный интерес, чтобы на следующий год были данные у нас, сколько накопляется в первом году вегетации и в втором году. И в дальнейшем рассматривать рентабельность его. Стоит ли его в течение двух лет возделывать? Или в течение одного года будет более рентабельно, учитывая расходы на все агротехнические мероприятия? Вот с этой целью, в естественных условиях производились данные эксперименты. Вот вы написали 60-дневные сеяньцы. Что это такое? 60-дневные сеяньцы. А, это двухмесячные растения. Двухмесячные? Да. Откуда взяли вот это? Двухмесячные, вот одномесячные, двухмесячные растения. Мы выращивали в торфяных таблетках и перфорированных стаканчиках рассадным методом. Так как с семенами полевая схожесть очень низкая. И поэтому мы не можем таким образом пока что, пока что в связи с этой низкой схожестью, поставить корректный опыт. И поэтому мы вынуждены были рассаживать рассадным методом. То есть все-таки вы использовали искусственные? Совершенно пока что. Потому что он не засухоустойчив, в отличие от других сельскоскультур. И поэтому пока что на первых этапах мы применяли рассадный метод. Благодарю вас. Последний вопрос. Вот в выводах и заключения написано, написано седьмое, да? Проведены опыты по выращиванию куксарыза как однолетней культуры в условиях юго-востока Казахстана. Где результат? Вы в выводах написали, что вы провели опыт. Так в презентации было представлено, я сейчас могу показать. В течение трех лет, которые проводили, было оглавление. Нет, я знаю, я слышал, что у вас есть полученные результаты. Но неудачно, я думаю, написан вывод. Проведены опыты по выращиванию куксарыза как однолетней культуры. Это же вывод. Вы должны результаты здесь показать. А не просто слова, да? Что провели опыт. Ну, спасибо. А, благодарю вас. Так. Ахмед Сирбар Мюкола. Уважаемые коллеги, шлифы, пожалуйста, вопросы. А, у меня такой вопрос. Поскольку вы защищаетесь по агрономии, не могли бы вы так вкратце несколько слов сказать, именно такие агротехнические мероприятия, которые способствовали бы повышению эффективности выращивания куксарбитов, для получения вот именно наибольшей биомассы, наибольшего процента кучу. Вкратце так, несколько слов. Диссертационная работа, которая применяется, или как бы... Ну, можете, как бы, на основании тех данных, которые... Вот мы, значит, ставили опыты на почвах для определения, то есть, в каких климатических зонах, то есть, в естественной процедине, в Алмате, как контроль. Почва – это был первый, как бы, фактор накопления каучука. Это вот мы пытались выращивать в биопонике, органическое это удобрение, то есть, смотреть в дальнейшем подкормка, предпосевная обработка, с применением вот триходермы, то есть, там болезни могут включиться уже в полевых условиях. Поэтому, вот это вот, как бы, основные агрономические, как бы, подходы для увеличения продуктивности кокса-гыза. Как бы, в дальнейшем мы это будем расширять, как бы, уже детализировано, вот, как бы. Благодарю вас. Пожалуйста, вопросы. Светлана Владимировна. Еще уже затронула этот вопрос по однолетним. Некорректно говорить о том, что вы перевели его в однолетний. Почему? Потому что получали ли вы в первый год семена? То есть, что такое двухлетняя культура? Первый год она не цветет, а цветет только во второй год. Поэтому вы не можете говорить, что вы ее использовали как однолетнюю культуру. Вы можете сказать, что получение урожая корней в первый год возделывания, но никак не про однолетнюю культуру. Это первое. Второе. У вас есть несколько пунктов по внедрению в практику. Что вы предлагаете? Первое. Производить посев семенного материала во влажных регионах Казахстана с наибольшим уровнем осадков. Посев проводить в конце августа, в начале сентября с уменьшением жарких дней, увеличением дождей. Вы, Поксагыс, используете на юге Казахстана. Где вы можете мне конкретно зону сказать, которая является влажным регионом на юге? Вы знаете, что последние несколько лет, лето и начало сентября, у нас вообще нет дождей, вообще нет. Какую зону вы конкретно предлагаете? Да. Благодарю вас, Светлана Владимировна. По первому вопросу, это однолетняя культура. Я тут, наверное, возможно, забыл упомянуть, что первый год мы семена получаем и второй год получаем. Также он и в первый год цветет, и во второй год цветет. Поэтому вы сказали, что однолетняя, как однолетняя культура, он должен семена давать, чтобы на следующий год у нас был запас. Да, он имеет, он цветет. Просто второй год семян больше получается. Извините, я забыл упомянуть. По первому вопросу, первый год мы семена имеем. По второму вопросу. Север Казахстана у нас более влажный, как известно, в отличие от юга. Здесь же мы проводили реинтродукцию. Там же температура средняя 20 градусов летним, даже в июле не поднимается. Почва влажная. Просто у вас на юго-востоке где-то там написано, что вы коксагы собираете именно, проводите исследования на юге Казахстана. Вот это родной ареал, юго-восток, но родной ареал, это Алматинская область, Ранимбекский район, он входит. И в свое время, в советское время, там были совхозы, которые... На юге. Вот именно в родных ареалах обитания это Кеген, Саржас. Вот соленое озеро, не знаю, в Кегене, Саржас были поля целые, как бы стационарства, в которых весь союз собирал и каучук, и семена. То есть и в России на севере, то есть в южной части России проводился. Так что я в югу посоветовать могу родные ареалы обитания. Что мы для этого проводили, данный эксперимент? Да, ну просто они не очень влажные, но не знаю, насколько влажные. Хорошо. Следующая, опять-таки, практика. Вы предлагаете при посеве семенного материала применять технологию дрожжирования. Вы семенной материал, как я поняла из диссертации, вообще не использовали. Вы использовали проростки. Как вы можете рекомендовать посев семенного материала с технологией дрожжирования, если вы это не изучали? Мы ранее изучали, но просто этот момент не вошел, мы умеем публикаться, не вошел в данную диссертацию, так как это в цели и задачи не входило. Но в ранних наших опубликованных работах мы уже имеем этот опыт. И там до 40% повышается всхожесть ввиду того, что вспомогательно есть дрожжированный накопитель, стимулятор роста. И поэтому в рекомендации, то есть мы, я порекомендовал, что, например, в мире применяется данная практика, технология, скажем, на моркови. И это, во-первых, в первую очередь, морковь, кокса, семена кокса, как морковь, мелкосемянная, эндосперм там маленькие, удержание влаги, она низкая по сравнению с другими культурами. Соответственно, наполнитель искусственного, получается, будет вспомогать вспомогательным агентам, которые держат влагу. Это я понимаю, но все, что вы выносите на предложение, оно должно отражаться в практике. Иначе люди, которые читают вашу диссертацию, не понимают, каким образом вы пришли к этому закрытию. Хорошо. Следующий вопрос по разработке именно агрономической. То есть у вас есть несколько способов посева, ширина междурядии. Как вы рассчитывали тысячи семян на гектар? То есть у вас, например, говорится, что расстояние между растениями 10 на 10, и вы пишете, что это соответствует 500 тысяч растений, хотя это соответствует миллиону. Правильно. Как бы вопрос у вас правильный. Позвольте ответить таким образом. Я как упомянул, я взял гектар, ширина 50 сантиметров, и вот в этой ширине, полоски 50 сантиметров, растения размещены 10 на 10, к примеру. А междурядия – это вот та часть, в которой будет проезжать и по факту 500 тысяч. Но по факту тогда вы неправильно рассчитали количество растений. Почему? 500 тысяч на гектар? Нет, тогда вы неправильно пишете расположение. Вы должны были написать широкорядный двустрочный посев. А, по определению, да? По определению, да. Да, что у вас есть широкий ряд, где проходит комбайн, колесо, да, и узкий ряд 10. Иначе это воспринимается как 10 сантиметров междурядия, между... Сплошной посев. Да, да, да. У вас широкорядный двустрочный посев. Где-то здесь... Да, вот как бы я в самой диссертации и в статье описывал. И что интересно, после завершения этого опыта, через полтора года, я наткнулся на статьи уже американских исследователей, там, более прочее, у них сплошной посев был. Потом логика сама привела к тому, что так как корни идут как техническая культура, они и измельченные, и порезанные корни, все идут как урожая. Так что, как бы, тут чуть-чуть маленькое недополнение. И последний вопрос по все-таки названию диссертации и как бы смысловой ее нагрузки. Вы пишете... То есть диссертация называется «Получение высокопродуктивных форм», правильно? на основе вариабельности морфологических признаков. То есть, в принципе, сама работа предполагает селекционную часть. Отбором занимались, ну, по крайней мере, по диссертации. Один год из 500 растений отобрано там около 100 корней с высокой массой, которую вы размножили, и дальше вы ее репродуцируете, насколько я поняла. является ли это селекцией отбор одноразовый, высокопродуктивных, скажем так, растений? Это вообще, я бы так бы ответил, это является как бы сутью работы с коксогазом, так как мы имеем всего лишь три популяции. Из трех популяций мы ранее уже таким же образом обор провели, определили, что популяция саржас является наибольшей по содержанию каучука. И уже так как если классическую взять, это скрещивание друг с другом, то получается мы каучук, возможно, по теории, что он понизится. Скрещивание, вести отбор, но многократно, многоление. Многократно, вот как раз это будет и продолжение данной работы. Здесь же я провожу суть самой работы, так как такой оборот, в таком ключе ранее работы не проводились, изучая литературные данные именно по коксогазу. Если взять пшеницу, ее популяции много, и тут имеется рабочий материал, исходно растительный, а тут же мы имеем один вид, во-первых, высокопродуктивный, то есть и каучу, который максимально подходит, тогда, когда другие одуванчики не подходит. Поэтому мы проводили селекцию путем отбора высокопродуктивных форм. В течение одного года? Нет, не в течение, это просто эксперимент показал. Для наглядных, для иллюстрации один год. На самом деле мы проводим данную работу 10 лет. То есть отбор в течение 10 лет. Не только отбор, это все параллельно, отбор, разработки, технологии, самая вообще как бы интродукцию условий Алматы и регионы. не вся работа, сам отбор сколько лет проводится. Четвертый год будет. Четвертый год. Пожалуйста, вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос такой. В каких процентностях гели вы использовали и почему для РПД-примеров вы использовали огорозный гель? Ой, полиакриламидный, а для СССР огорозный гель? Потом еще один вопрос касательно нулина. где его в основном выделяют? Вот вы предлагаете именно так же изучать, да? Я бы хотел знать где его еще выделяют из каких растений. Благодарю вас за Тимир Галевич. По первому вопросу мы применяли 1% огорозу и полиакриламидный гель у нас был 0,8% и 1%. И по самой уже механике идентификации полосок ПЦР-продуктов для СССР-маркеров для данных маркеров является самая оптимальная это горизонтальная электрофорезка на полиакриламидном если как бы так отвечать то есть по самой уже механике что ли движения по идентификации уже в UV этом гель-доке уже определим то есть чисто по самому составу данных огорозных гелей как бы и по второму вопросу в тапинамбуре это инулин тапинамбур лапух кстати в лапухе определяли исследователи по разнице фруктозидов полифруктанов данная публикация российских исследователей именно работали с лапухом да тапинамбур в одуванчике кстати официально содержится что интересно больше чем в боксагизе в батате тоже есть литературные данные но она не доходит кажется 10% насколько помню вот тапинамбур и вот одуванчик официально содержит вот тапинамбур он лидер по содержанию инулина благодарю вас хорошо спасибо и еще один вопрос да пожалуйста вот вы говорите то что проводили оптимизацию технологии экстракции каучука с использованием целлюлитических грибов вы проверяли процентное содержание целлюлозы в корнях и вот насколько эффективно вот эта вся целлюлоза она как бы деградирует да благодарю вас мы данным диссертационным исследованием я не определял так как основная работа была на оптимизацию то есть самих условий чтобы целлюлоза была как бы каучук отделился от слезы но пока я не но это я прогнозирую то есть я понял ваш вопрос к чему он ведет то есть оптимизировать по методу по скорости разрушения то есть самой целлюлозы то есть перехода целлюлозы с одного состояния в другой либо спирты ацетоны либо в другие соединения я понял ваши вопросы но мы пока цели задачи не входили и не определили но будем обязательно хорошо спасибо благодарю вас пожалуйста еще вопросы доктор дизайн вопрос вы приводите данные по индукции изолированных корней соматического эмбриогенеза одуванчика куксахстан до своей диссертации моим руководителям ранее как бы сама оптимизация то как получается по тому как я наблюдал литературные источники я не нашел других казахстанских исследований которые именно куксагы вводили в инвитро для куксагы регенерации для составления протокола я пока не нашел по России проводились исследования вот как раз мой зарубежный консультант Булат Розапович проводил данные работы и по гидропонике тоже как бы по миру проводились по одуванчику официальная по куксагы также я по мировой литературе я пока что не заметил может есть но я не нашел проводилось то есть вы именно модифицируете питательную среду мураси дискуга используя различные концентрации и лук и также колоссообразование эмбриогенез регенерации куксагас вы значит используете оптимальное соотношение концентрации питательной среде эти все концентрации например вензиламинопурин тогда 4D 2 мг в литрах это вы сами установили такие соотношения в ходе эксперимента да было установлено тогда вы наверное рекомендуете какую-то питательную среду именно для куксагас для получения исходного материала инвитра куксагас используется такая-то питательная среда то есть вы являетесь модификатором сами модифицируете питательную среду получается впервые да впервые да но это не исключает дальнейших разработок где вот допустим мы получили калусы а дальше мы будем работать уже размер калусы потому что калус это сами знаете вот раз такой вопрос он уже является исходным материалом как для трансформации для геномного редактирования то есть оптимизирование питательной среды в дальнейшем будет способствовать поведение таких вот генетически молекулярных работ она возможно дальше будет уже модифицирован уже по полученному уже трансгенному растению дальше будет надо будет оптимизировать питательную среду как бы она нет продела совершенства вот в этом смысле спасибо у меня второй вопрос вы в объектах исследования что-то не могу здесь найти не могу что-то вы конкретно с каким-то одним сортом работаете да саржас саржас работают да это искусственная популяция которая была предоставлена ботаническим садом то является оригинатором сорта да это разные популяции это даже не сорт я не могу его назвать сорт но это искусственная популяция которая оптимизируется и адаптируется районируется как бы уже в самом городе Алматы и уже более жарких регионов что ли потому что родные ареалы обитания там холодно лето холодное он маленький разве саржас не сорт не внесен в госреестр он достижен достижений 17-го года он как сорт внесен но оригинатором является институт биологии биотехнологии одними из авторов является как раз то есть на этот вопрос я не могу однозначно сказать что он сорт потому что в моем понимании как сорт это классическая селекция путем скрещивания полученных либо же можно назвать сортом если мы его путем индукции полиплайди уже форму получили получили дигаплоидные постоянно формы которые не расщепляются вот тогда я могу его назвать сортом то есть методом биотехнологии раз вопрос мне был задан я как бы скажу это гибридная популяция благодарю вас пожалуйста еще вопросы уважаемые коллеги есть вопросы Раван хотим у меня вот такой вопрос в целях у вас стоит изучение создания использования нового функционного материала для селекции раннеспелых форм кукса что это раннеспелый подразумевается и какой вегетационный период кукса первый вопрос второй вопрос благодарю вас Раван Копегович значит раннеспелый это вот как бы как я уже в презентации было мы отбирали раннеразвивающие которые первые развивающие которые быстро растут которые уже начинают как бы свисти как бы бутоны как бы распускаться вот по этим моментом мы отбирали то есть мы их берем как раннеспелые формы именно формы как растения как индивидуальные растения у нас получались они отличались по скорости развития и вегетационный период у нас взять если полевые условия как бы наперед я вам отвечу это посев вот в августе так как он у нас зимует как а зимует в августе и август до следующего года август и даже конец сентября пока тепло вот это его вегетационный период это мы планируем чтобы наибольшее содержание каучука было не 5,3 а скажем 5 потому что он уже выходит на следующий год это по вопросу вегетации как азимую пшеницу его используют таким же образом чтобы он высеялся в августе месяце и уходил на зимний покой и на следующий год уже был более продуктивным получается у нас вегетационный период год как бы в целом занимает спокоен спасибо второй вопрос вот в мире в производственных масштабах возделывается в куксах чтобы обеспечивать весь мир пока что нет но Соединенные Штаты в Штатах насколько я знаю из интернет-ресурсов не опубликованная работа научная а интернет-ресурс фирма Пирели уже производит как бы пробные партии а вот в каком масштабе пока неизвестно мне но производственной большой мировой масштаб как ГИВЕ пока что нету и скорее всего это ввиду того что он схоже с полевая очень низкая торфяными таблетками 100 тысяч гектар это нерентабельно высаживать пока что нету ответ мой нет пока нету вопрос можно задавать надо вопросы да есть много вопросов потому что этой культуре Казахстан работал знаю много проблем хотел задавать вопросы во-первых можно ли другая перспективная культура 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 может конкурировать даже лучше чем культура в Казахстане и в вашем литературном обзоре об этом вообще не упоминается это проблемы решали производство масштаба производили культура растения для переработки в России потом было два совхоза туркестанский совхоз совхоз имеете это уже и потом военный совхоз Бурном который производили из Таусагыза каучук потом поэтому здесь у вас в обзоре от Таусагыза другого носителя каучука никого разговора нет вот это вопрос чем связано потому что Каусагыз нам перспектива очень трудно в то время было сделано заключение и перспективно хотя является первичным очагом Киогеновского района естественным образом без популяции куксанца вы что скажете на эту тему потом второй вопрос будет благодарю вас Гаррио Владимирович за такой объемный вопрос дело как я уже презентацию показывал полимеризации не только вот я как бы мы но и весь мир он определяет современными технологиями по степени полимеризации и так как Гивея он уже не первое десятилетие возделывается как источник натурального каучука другие культуры его родственники то есть Коксагыз там вы сказали Таусагыз или Крымсагыз или по содержанию самое близкое это Бреви к карникулятам по степени полимеризации они являются низкокачественными это отмечают многие исследователи в основном немцы спасибо второй вопрос наш крупный деятель науки имя которое носит сейчас в Казахстане от учреждений Карам Мумбаев защитил докторскую диссертацию по Коксагыз почему в работе у вас в одном месте как-то скользко упоминается когда человек защитил диссертацию по Коксагыз почему не использован его опыт благодарю вас да я в литературном обзоре его упомянул вот и упомянул если память не ошибаюсь это в реинтеродукции так как по основным агротехническим моментам он проводил как бы работы но цели задачи и сами подходы у нас уже разнятся поэтому я как бы его в литературном обзоре упомянул но в самих методах я старался работать уже по современным методам так как это требует само время и сами технологии проведения подобных работ хорошо я понял ваша тема похожа на селекционную тему там как называется получение высокопродуктивной формы на основе вариабельности морфологических признаков каких морфологических признаков варьировал вы что отбирали по морфологическим признакам чтобы достичь получения высокопродуктивной формы у вас одни биохимические исследования получается селекционный характер не выражается особо благодарю вас вот морфофизиологические признаки которые вы упоминали показаны в таблице показано было в таблице сейчас возможно будет показать вот здесь таблица вот у меня первая таблица так вот просто откройте я сейчас покажу вот пожалуйста таблица вот вариабельность морфофизиологических признаков или вариабельность или изменчивость то есть мы смотрели вот уже разделили на три группы крупные средние мелкие вот это уже вариабельность то есть данная культура она неоднородная она можно сказать не является гомозиготной линией которая бы или сортом которая бы имела одинаковые параметры роста корней массы и корреляцию по пирсу корреляцию в соотношении вот увеличение одного признака дает увеличение другого или наоборот увеличение одного признака дает уменьшение вот вот это вся есть вариабельность вот суть данной работы то есть моя задача была определить и проиллюстрировать в структурном анализе в таблице в вышатой форме вот как бы всю свою работу по марфиофизиологическим признакам то есть по вариабельности вот как бы что это означает я как бы это данной таблице показал это предмет не какой признак отслеживали при отборе всего продукта дефор я вопрос не понял можно громче нет по каким признакам вы вели отбор чтобы достичь получив сорвать эфор первый признак это скорость развития или темп развития то есть я их помечал кто наибольшим развивался рост по диаметру розетки по диаметру листьев по количеству светоносов это первый признак был как бы обзорный второе это структурный анализ крупность корней масса корней то есть количество как бы количество корней в целом то есть мочковатый тип не мочковатый тип по как бы сказал массе корней и самый главный признак маркера это содержание каучука корреляция массы корня к содержанию каучука вот как хорошо хорошо вам известно уже создан или получен патент вашими коллегами с институтом мухаммеджановым мухаммедхановым рахмбаевым из москва рахмбаевым кэзет 5 как перспективный сорт который защищает патентов да мне этот патент известен да я знаю я ссылался даже у меня в литературном обзоре вот есть ссылки на данный патент сертификар на первых порах недостаточно ли вот это развивать размножать вот это патентов поскольку культура новая еще сложная я бы сказал бы надо продолжать работу как я упомянул надо совершенствовать коксагас это наш во-первых эндемик вот как бы наш ценный материал и поэтому я буду продолжать и как бы спасибо хорошо еще один вопрос вы несколько ввели у нас загружение загружение с использованием коксагас многолетное растение каждый год так сказать накапливает корневую систему вы как однолетней культуры использовать предлагали и люди задавали вопрос их приравнивать к сахарной свекле как бы там поэтому насколько нам вселезообразно использовать год посева сбор корней а если оставлять посев на последующие годы может накапливаться корни еще можно собирать корни на одном том же посеве если вот так мы пойдем никогда площадь не займем если год после мы будем распахивать собирать корни благодарю вас за вопрос да это все вот сама вот подпункт диссертации как однолетняя культура как возил как однолетняя культура подразумевается что в будущем будет необходимо в течение одного года получать одного сезона вот как пшеницу я упомянул сажают в сентябре либо августе специалисты изъят и на следующий год в июле уже урожай это собирать получается занимает тут же два года конец первого года он всходит пшеница всходит уходит под снег на покой спячку и на следующий год озимая пшеница начинает развиваться вот по такому же принципу предлагается или точнее рассматривается возделывание коксагыза либо при получении в будущем уже засухоустойчивых линий семян ранней весной то есть во влажную почву высаживать и вот ранней весной когда идут осадки дожди он чтобы успевал прорастать и пускать корни в почву чтобы он не высыхал это вот второй момент эти два подхода два основных момента как возделывание однолетних культур будут в дальнейшем и рассматриваться я только на начале данного пути хорошо тогда есть у вас экспериментальные данные о степени накопления корней которые дальше могут переработать первый год в год посева второй год третий год и так далее у меня есть я как представил презентацию два года пока пока два года но есть литературные данные того же Карима Монбайвер что в естественных условиях он до шести лет он каучук накопляется в чехле как вот в коре накопляется но как бы этот момент мы тоже рассматриваем то есть мы реинтродукцию не зря проводили то есть высаживали в дальнейшем будут уже два года три года четыре года и в Алматы также также мы сейчас сотрудничаем с новосибирскими исследователями мы там в тех климатических регионах то есть зонах рассматриваем возделывание каучука то есть сотрудничество то есть идет как бы полномасштабная работа рассмотрение всех возможных ареалов или зон произрастания коксагаза и как вы сказали первую вторую третью возможно четвертую так как это многолетние можно оставлять на последующие годы на зимовку так уважаемые дистанции есть еще вопросы у меня вот еще вопросы вот вот правильно вопрос подняли вот вы отмечаете что в одной летней культуре у вас получается 4-5 процентов выход каучука до летней культуры 8 процентов посылки почти в два раза больше какой смысл вводил в одной летней культуре если можно оставить на два года на второй год там есть затраты посева каждые два года падает выход посева агротехнической работы уход сбор и так далее можно было после двух лет один раз убрать зато выход каучука будет почти в два раза больше вы не посчитали экономической эффективности и доказали экономической эффективности и Cada почему предлагают в одной культуре почему не у вас экономической эффективности и вообще сколько стоит звук от какой-то как вот благодарю вас тем, Жанна Касович да мы, в данном случае я тут рассматривал рентабельность расходы во-первых, посев, во-вторых, полив около 15 раз за сезон надо его производить полив вот я это учу если поливать, то капельное морошение 100 тысяч гектар, каким образом на данный момент мы можем капельным морошением в течение двух лет производить, то есть подводить надо уже насосы электроснабжение, и с этим учетом я старался как бы передать как бы, можно сказать, саму суть или как бы суть разработки, при котором мы возделывали COX-AGES в течение одного года потому что на следующий год она будет таким же образом требовать свои расходы по обработке, по уходу по прополке я вам о чем говорю вы два года подряд будете все равно поливать два года подряд будет все равно сеять два года подряд будет все равно убирать понимаете? и у вас затраты будут возрастать за затраты двух лет у вас на один год будет меньше хорошо, почему не экономический эффективность не показали? тогда вы доказали экономический эффективность почему у вас нет экономической расчетов? экономический эффективность при однолетней культуре экономический эффективность при двулетней культуре почему у вас нет расчетов? ну потому что мы вот как раз я рассматривал как однолетнюю как задача была как однолетнюю рассмотреть и отвечая на вас вопрос по содержанию каучка. Просто можно рассмотреть расходы те же самые на второй год. Такие же расходы будут. Раз я самую диссертацию не рассмотрел, но отвечая на вас расход, предварительно рассчитанные расходы, таблицы, можно перенести на следующий год. Таким же образом будет производиться обработка, уход, удобрение, расходы. Хорошо, вы своей точкой уверенно говорите, я своей точку. Хорошо, другой вопрос. Площадь питания, вернее, вы говорите, количество растений 500 штук на гектар. Вы мне четко скажите, какая схема будет? Какая схема будет посадки или посева по кускам? Чтобы получить 500 тысяч растений на 1 гектар, какая схема будет посева? Какая? А посев? Схема посева, размещение, так скажем, площадь питания. Какая будет у вас? Получается, схема будет, как уже ранее позвольте? Ну, вы сказали, хорошо, так я вам посажу. Вы сказали, между этих 50 сантиметров. Хорошо, между этих 50 сантиметров. Теперь дальше как? Сколько строк там? Однострочные, двустрочные, трехстрочные, четырехстрочные, сколько будет? Пока будет, я пока что рассматривал, исходя из данной работы, однострочные будет пока. То есть 50 сантиметров растения будут растения, посажены. Следующий будет, это вот... Тогда у вас густота стоянной будет 200 тысяч. Возьмем миллион, сплошной посев, миллион. В одном квадратном метре 100 растений. В одном гектаре 10 тысяч квадратных метров. Получаем миллион сплошного посева. И... Ну, 10 поделите на 500 сантиметров квадратный. У вас получается 50 на 10 тогда? У нас получается 500 тысяч по факту. 500... Вот мне привели, хорошо, тогда у вас площадь питания какая? У вас получается площадь питания 50 на 10. Правильно? По факту между растением также 10 на 10 будет в рядах. Я не могу сказать, как это... 15 на 10, так сказать? Нет. 10 на 10. 10 на 10. Вот линия будет 10 на 10. Если у вас однострочный посев, между рядами 50 сантиметров получается 50 на 10. Правильно? И докажите обратное. Я вот даже как бы... Что, ладно, давайте вы... Хараж, давайте свой вопрос. Почему вы говорите сорт, который вошел в госреестр, который испытывала госкомиссия в течение нескольких лет, вы говорите, что это не сорт? Почему вы его не взяли за основу в принципе или дополнительно не взяли этот сорт? Потому что это создан учеными Казахстана официально зарегистрированы и заявляют, что это не сорт, не имеете права потом, вы могли бы этот сорт взять? Почему вы проигнорировали? Патента обладателем? Я как сказал уже в моем понимании сорт это в моем понимании сорт это полученная гомозигутная допустим линия, которая не расщепляется. Но в ссылках я указал сорт сорт на этот момент указал я с этим материалом работал и по идентификации по молекулярным маркерам и в самих экспериментах я с одним сортом работал с аржазом по патентам. Хорошо. Сорт я подниму изучить дополнительно. Хорошо. Если вы возили вопрос скажем вы знакомы с проектом Марзиевой. Вы знаете такого человека? Тем Жан Кайхасович, я так же ссылался с Европы лично я ее не знаю. Я знаю, что она занималась Коксагазом, с работами знаком, с сотрудничеством ее языком, то есть с европейскими странами с Евросоюзом. Лично с ней не знаком она не был проект. Она работала с Коксагазом в Казахстане. Она вырастила достаточное количество коксагаза, и они даже получили резину от Коксагаза, продемонстрировали президенту страны, они подали большой проект по коммерциальной взятии по Коксагазу, они выращивали в нашем институте категория завершивательства и в теплицах Коксагаза инополия расшивали. Вы должны были быть в курсе. Она до сих пор продвигает этот проект, и она себя считает руководителем большого проекта Коксагаз по Казахстану, у нее были встречи с мировым производителем Ищин. Коксагаза сейчас продолжает продвигать этот проект. Возможно, в будущем построить в Казахстане завод по первой Коксагаза. Вы не знакомы с этим проектом? Вот то, что вы перечислили, я с этим из интернет-ресурсов я знаком. Я знаю, что проекты МакЗиевой были с президентом встречи, предложения с ее стороны, но обменами растительного материала у нас не было. Я лично с ней не знаком. Хорошо, вы как молодой ученый, перспективный. Я вам советую, рекомендую познакомиться в дальнейшем продвигать этот вопрос, потому что это очень актуальный, важный вопрос получения каучука в Казахстане. Это имеет мировое значение. Благодарю Присаживайтесь. Слово тогда предоставляем научным консультантам. Первый научный консультант Утеулин Кайрат Резабекович, доктор биологических наук, ассоциированный профессор, заведующий лабораторией клетчерной инженерии Института биологии и биотехнологий растений. Пожалуйста. Тема диссертации Габита посвящена очень актуально сохраняет свою актуальность на то, что это культуру имеет трудность. Но фоксоргизм сейчас занимается очень широко. Это Соединенные Штаты. Катрина Корниш мы с ней сотрудничали. Она передала коллекцию Габита свой семенной материал активно занимается в Российской Федерации, Сибирское отделение, Российская Академия наук недавно посетила наш институт. Мы передали им семена, они с большим интересом своих условиях будут его изучать и возделывать. нужно сказать, что фоксоргизм мы начали заниматься упомянуть таких людей, ученых, как Исбаса Рахимбай и Чарахим Бай он был инициатором этих исследований. Потом Академик Байтулин. Потом эта тема перезанала мою лабораторию. и Габит около 8 лет занимался фоксоргизм, активно участвовал во всех экспериментальных работах. И так я понимаю, что основное требование к докторанту, к диссертанту на защиту это его способность уже самостоятельным исследованием, самостоятельной работе. Габит самостоятельно ставил цель, если лет 5 назад он еще не сдался в руководстве консультации и последний скажем, на сегодняшний день представляет самостоятельного ученого молодого. Что касается ранней спелы, скорой спелы, у нас был Карим Бай его есть монография. Он занимался коксадызом, соратник Лавилова, и он там упомянул это слово перевести коксадыз в однолетнюю культуру, подобно как другими. Ранней спелы уже через 6 месяцев после посева часть форм коксадыза достигает максимального своего развития, максимально своей биомастер, и порни на две части. На следующий год уже прибавки нет. Нужно сказать, что коксадыз обладает очень высокой внутривидовой вариабельностью порядок ими. Для Алматы очень важно в горной зоне Алматы получить такие формы, которые за 6 месяцев достигают своего максимального развития, то есть до жары. И вот сначала где-то примерно 8 лет мы занимались отбором на высокую кавычкановку. В принципе, это последние годы, это не один, не два года, если более длительный период, Габит уделил внимание среди этих кавычкановных форм отобрать форму с максимальной корневой маской. Это работа. В целом, я считаю, что моё мнение, что Габит созрел уже для самостоятельной работы и в настоящее время уже я считаю перспективным молодым учебникам. Спасибо. Благодарю вас, присаживайтесь. Так. Тогда слава предоставляем зарубленному научному константу Кутую Булату Разьяповичеву, доктору биологических наук, профессору заведующей лабораторией геномик растений Уфинского федерального исследовательского центра России. Пожалуйста, уважаемый Булат, разъявляю вас слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, диссертационные исследования Габита Толегену Гула, это, конечно же, как уже все уже заметили, это очень актуальное исследование, актуальная тема. Она актуальна, в принципе, по многим причинам, о которых в том числе и Габит говорил. Здесь, конечно же, нужно, как всегда, понимать, что, к сожалению, по всему миру в принципе работы ведутся, но коксагыз остается некультурным, неодомашненным растением, по сути дела. Он имеет очень слабые энергии роста, плохую всхожесть, требуется стратификация, он всегда подавляется любыми сорняками и требует в общем-то к себе определенного ухода, то есть прополка, полив и все остальное. Но для Советского Союза, например, и для России всегда была актуальна однолетняя именно культура, безусловно, и сейчас она остается однолетней. Например, у нас в Башкирии ни один коксагыз никогда не выживает зимой, то есть они полностью все вымерзают. Извините, пожалуйста, я простужен, горло болит. Так, ну, преимущества Казахстана я бы тоже, коллеги, хотел бы отметить здесь, потому что именно в Казахстане эти растения произрастают, именно у Казахстана есть все генетическое разнообразие, основное, оно сохранилось еще вот в этих природных зонах, и этим надо пользоваться. Также в Казахстане есть преимущество проводить естественные исследования естественных популяций, условия обитания, почвы, микроорганизмы, сообщества разные, то есть ни у одной страны мира в принципе такие исследования проводить возможности нету, то есть интродукция, реинтродукция, например, то есть этим надо конечно же пользоваться и мы как бы из нашей страны и России тоже готовы в этом деле конечно же помогать, потому что мы, как и в общем-то все мы вместе заинтересованы в продвижении этого проекта. Ну, Габит Телегенулы это конечно же очень увлеченный человек, он созванивается со мной очень часто, он целеустремленный, он уверенный в себе, он понимающий человек, он много знает методов, он всегда стремится проводить вот свои исследования именно не ниже уровнем, чем в самых передовых лабораториях мира, то есть он не боится мирового уровня, на самом деле он к этому стремится, да, конечно, есть куча еще проблем у нас, да, с оборудованием, с расходными материалами, но в принципе уровень квалификации и как бы понимания и целеустремленность в общем-то это все я думаю поможет много что интересного сделать в будущем. Работа на самом деле только начинается и я уверен, что как бы Габит эту работу еще продолжит после защиты диссертации. Также хочу сказать, что Габит прошел у нас стажировку в Уфе, в Уфимском научном центре, освоил методы молекулярной биологии и молекулярной генетики, что в принципе тоже является большим плюсом. На сегодняшний день это подготовленный, высококвалифицированный специалист, очень полезный для своего университета и для своей страны человек, я думаю. И мое мнение, конечно же, что я вот с ним уже общаюсь много лет и проводим работы совместные исследования, я думаю и уверен в этом, что он достоин степени доктора философии PHD по специальности, которая была выбрана, специальность агрономии. То есть вот в общем-то больше, как говорится, в принципе и нечего сказать. То есть Габиты я полностью поддерживаю, это исследование полностью поддерживаю и я думаю, что исследование будет продолжено. Спасибо. Благодарю вас, Влад Розьяпович, за оттенку вашего докторанта. Теперь предоставляю слово официальным рецензентам. Слово предоставляю рецензенту доктору сельскохозяйственных наук, профессору кафедры аграрной технологии, члену господетов Академии сельскохозяйственных наук, в Казахстане, на Университете имени Курклата Лауре Ануаровне. Лаура Ануаровна, пожалуйста, вам слово. Уважаемый председатель Тимир Жан Иркасович, уважаемые члены диссертационного совета, к вашему вниманию представляется отзыв на докторскую диссертацию Барик Хаби Тулигенула на тему получения высокопродуктивных форм коксагыза на основе вариабельности морфофизиологических признаков, представленную на соискании степени доктора философии PHD по специальности 6D 080100 агрономия. По первому критерию тема диссертации соответствует направлениям развития науки или государственной программы. Тема диссертации Барик Хаби Тулигенула соответствует приоритетным направлениям развития науки, то есть наука о жизни и здоровье, устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасности из хозяйственной продукции. Подпункт 1. Диссертация выполнена в рамках проекта или целевой программы финансируемого из государственного бюджета. Да, диссертация выполнена в рамках следующих проектов. Это государственное финансирование 0058 в рамках гранта комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. И следующий проект это получение высокопродуктивных форм Коксагыза по проекту Всемирного банка и Министерства образования науки Республики Казахстан коммерциализация технологий. Второй критерий важность для науки. Работа вносит существенный вклад науку, а ее важность хорошо раскрыта. Актуальность данной работы определяется введением в культуру источника натурального каучука коксагыза, идентифицированы виды одуванчика рода траксакум и построено филогенетическое древо. Впервые проведен отбор скороспелых крупнокорневых с высоким содержанием каучука форм коксагыза для введения его культур как однолетнее растение. Проведено клональное размножение отобранных высокопродуктивных форм коксагыза, определена оптимальная площадь питания, разработана технология биопоники, гидропоники и аэропоники. То есть таким образом актуальность полностью обоснована. Третий критерий принцип самостоятельности. Уровень самостоятельности высокий. Диссертация представляет собой важное, интересное и профессионально выполненное исследование соответствующее статусу научно-квалифицированного труда. Полученные диссертационные работы статьи отражены восьми публикациях. Из них три в журналах Комитета по контролю сферы образования и науки Министерства науки высшего образования. Один входит в базу данных скопус с процентелем 62. Четвертый критерий принцип внутреннего единства. Обоснование актуальности диссертации обосновано. Полученные результаты характеризуются внутренним единством, так как логически взаимосвязаны и подчинены решению проблемы. Результаты исследований изложены в третьем разделе, где полностью проанализировано содержание каучика в изученных формах одуванчиков, проведен поиск ДНК-маркеров для определения генетического полиморфизма между изученными видами. 4. 2. Содержание диссертации отражает тему диссертации. Да, отражает, как описано выше, полностью отражает цели и задачи, отражает тему диссертации. 4. 3. Цели и задачи соответствуют теме диссертации. Да, соответствует. Подпункт 4. 4. Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны. Первый подпункт полностью взаимосвязаны. 4. 5. Предложенные автором новые решения, принципы, методы аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями. Критический анализ есть. Предложенные автором новые решения аргументированы и оценены по сравнению с зарубежными и также отечественным опытом проведения подобных работ. В этой связи автор отметил, что исследователь проводит определенные мероприятия по увеличению урожая корня кокса-гыза и содержания каучука современными методами биотехнологии. Пятый критерий. Принцип научной новизны. Научные результаты и положения являются новыми. Да, полностью новые. На современном этапе проблема диссертационного исследования является очень важной, поскольку на сегодняшний день существует дефицит натурального каучука. Автор предлагает метод экстракции каучука, по которым не снижается качество. 5.2. Выводы диссертации являются новыми. Да, полностью новыми. Каждый сделанный автором вывод заключения является полностью новым и достоверным. 5.3. Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными. Здесь под пункт 2. Частично новые. Новыми являются 25-75%. 6. Обоснованность основных выводов. Все основные выводы основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах. Изложенные автором диссертации экспериментальные данные, каждый результат, научное положение и выводы обоснованы. Обоснованность результатов обеспечена применением современных методов с привлечением современного оборудования. Обоснованность и достоверность полученных результатов обусловлены в исследованиях RIPD и ССР. СССР ДНК-маркеров построения филогенетического древа и идентификации генов фруктозилтрансферазы, синтеза инулина посредством обратной трансферазы, построенной к ДНК. 7. Основные положения, выносимые на защиту. Необходимо ответить на следующие вопросы. Доказано ли положение? Доказано. Является ли тривиальным? Нет. Является ли новым? Да. Уровень для применения широкий. Доказано ли статье? Да. По результатам исследований, как было отмечено, выше опубликовано 8 статей, и из них один скопус и три входящие в перечень изданий Коксон. 8. Принцип достоверности, достоверность источников и представляемой информации. Выбор методологии обоснован? Да. 8. Результаты диссертационной работы, хотелось бы здесь отметить, получены на основе методически выдержанных лабораторных и прямых полевых методов с использованием современных методов научных исследований. В исследованиях при постановке опытов в лабораторных и полевых условиях применялось 14 общепринятых научных методик, которые полностью изложены в диссертации. 8. Результаты диссертационной работы, полученные с использованием современных методов научных исследований, и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий. 8. Да. Проведенных научных исследований применялись современные методы. Здесь я повторяться не буду. Самое главное, что статистическая обработка была проведена на основе современных методов обработки, как статистика 13.3, также Excel и SPS для анализа взаимосвязи отдельных признаков по корреляции Пирсона. 8. Теоретические выводы модели, выявленные взаимосвязи и закономерности, доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием. Да. Теоретические выводы доказаны и подтверждены опытно-исследовательской работой, проведенной на базе РГП Института биологии и биотехнологии растений и Казахский национально-аграрно-исследовательский университет. 8.4. Важные утверждения подтверждены ссылками на нормативно-правовые документы Республики Казахстан, научную и методическую литературу отечественных и зарубежных авторов. 8.5. Использованные источники литературы достаточны. В диссертационной работе список использованных источников составляет 154 наименования, из них 102 иностранных авторов и другие нормативные ресурсы. 9. Принцип практической ценности. 9.1. Диссертация имеет теоретическое значение. Да. 9.3. Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике. Ответ – да. 9.3. Предложения для практики являются новыми. Да, полностью новыми, так как по производству каучука в Казахстане и в мире не применялись подобные комплексные подходы. 10. Критерий. Качество написания и оформления. Качество академического письма высокое. Диссертационная работа написана хорошим, понятным научным языком, стиль публицистики научной. Основные положения представлены, изложены на 127 страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, результатов исследований, выводов, содержит 36 рисунков, 18 таблиц, 7 предложений. Заключение. В целом, по объему выполненных исследований, новизне, теоретическому и практическому уровню, диссертационная работа в полной мере соответствует требованиям правил присуждения степеней, а ее автор Барри Габид Тулегенула заслуживает присуждение степени доктора философии PHD по специальности 6D 080100 агрономия. Спасибо за внимание. Благодарю вас, Лаура Аннуаровна. Слово предоставить докторанту, да. Лаура Аннуаровна, благодарю вас за положительный отзыв, благодарю вас за то, что уделили время, внимание и провели заботу мне и диссертационной работе. Благодарю вас. Творческих успехов вам. Творческих успехов вам. Пожалуйста, Бевит Насивиш, вам слово. Уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета, разрешите также зачесть свой отзыв как официальный рецензент на докторскую диссертацию Барри Габид Тулегенула. Значит, отзыв состоит из ответов на 10 критериев. Первый, значит, критерий. Диссертационная работа выполнена в рамках гранту проекта Комитета науки МОНРК и проекта коммерциализации МОНРК при содействии Всемирного банка. Вторая, значит, критерий – важность для науки. Диссертационное исследование вносит значимый вклад в науку, ее значимость хорошо раскрытая. Значимость работы заключается в получении высокопродуктивной формы кухса газа как источника натурального каучука с последующим возделыванием данной культуры в промышленном масштабе. Третье, принцип самостоятельности высокая. Все исследовательские работы выполнены самостоятельно. В ходе выполнения экспериментальных работ и при подготовке диссертационной работы Барри Габид Тулегенула показал высокий уровень самостоятельности. Четвертое, принцип единственного внутреннего единства. Значит, 4.1. Обоснование актуальности. Обосновано кукса растения эндемии Казахстана, ее натуральный каучук – важное сырье для резино-технической промышленности. Используется в изготовлении широкого ряда товаров. Диссертационная работа описывает способы возделывания кукса газа и получения натурального каучука. Актуальность данной работы обоснована. 4.2. Содержание диссертационной работы полностью отражает тему диссертации. 4.3. Цель и задача соответствуют теме диссертации. 4.4. Все разделы и положения логически взаимосвязаны. 4.5. Предложены авторы нового решения принципа методы, аргументированной и оценены по сравнению с вестными решениями. Критический анализ есть. Используемые зарубежные методы оценены, критически адаптированы к условиям Казахстана. 5.5. Принцип научной новизны. 6. Научные результаты являются полностью новыми. 7. Научная новизна работы подтверждена опубликованной работой в рейтинге в международном журнале. 8. Тема и материал диссертационной работы являются первыми в Казахстане. 9. Выводы диссертации являются полностью новыми. 10. Автор провел литературный обзор и анализ председствующих исследований. 11. Предложены выводы, полностью аргументированы и оценены в сравнении с другими известными решениями. 11. Каждый вывод диссертации является новым и достоверным. Степень их новизны и достоверности подтверждена публикациями в научных журналах. 5. Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются частично новыми и обоснованными. Методы технологий применяются в Казахстане впервые. 6. Шестая критерия – обоснованность выводов. Все основные выводы обоснованы на весомых с научной точки зрения доказательствах и достаточно хорошо обоснованы. 7. Критерий – здесь под пунктом 7.1. Доказано ли положение? Да, доказано. 7.2. Является ли тривиальным? Нет. 7.3. Является ли новым? Да, новое. 7.4. Уровень для применения? Широкое. 7.5. Доказано ли в статье? Да, доказано. 8. Критерий – принцип достоверности. Здесь по 8. Критерий – 8.1. Выбор методологии обоснован на указанном литературном обзоре и подробно описан. В диссертационной работе используются методы молекулярно-генетические, микробиологические, культуры клеток и тканей, хроматографии и агротехнологии. 8.2. В данной диссертационной работе результаты получены с использованием современных методов агротехнологии, молекулярной биологии и генетики. 8.3. Микробиология на современном оборудовании. Для обработки и интерпретации статических данных используем программное обеспечение SPSP, Trixon, StartSop, статистика и Excel. 8.3. Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности, доказаны и подтверждены экспериментальными исследованиями на базе РГБ Института биологии и биотехнологии растений, комитета науки МОНРК, Уфимского федерального исследовательского центра РАН и НАО Казахского национального аграрного исследовательского университета в лабораторных, полевых и тепличных условиях. 8.4. Важные утверждения подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу отечественных и зарубежных авторов по агротехнологии, выращиванию кокса-агаза и по экстракции каучука. 8.5. Использованный источник литературы достаточный. Список использованной литературы включает в себя 154 источника и служит достаточно базой для проведенных исследований по теме диссертации. 9.1. В данной диссертационной работе проведенные исследования имеют теоретические значения, так как получены новые данные по выращиванию кокса-агаза в Казахстане и экстракции каучука. 9.2. Полученные результаты имеют широкие практические значения применения. Для будущей селекционной работы сформирована коллекция высокопродуктивных форм кокса-агаза с высоким уровнем урожаев корней и содержанием каучука. 9.3. Разработана технология экстракции каучука из корней с применением целлюлитических грибов рода термомисис. Подобрана оптимальная площадь питания для получения максимального урожая корней и каучука. 10.3. Разработан эффективный протокол индукции эмбрегионеза изолированных корней кокса-агаза для получения чистого исходного материала к будущим технологическим разработкам. 9.3. Предложения для практики являются полностью новыми по производству каучука в Казахстане и в мире. 10.4. Качественное описание и оформление высокое. Диссертационная работа изложена на высоком уровне. 10.4. Работа описана и понятна в логической форме. Основное положение и понятие представлено в полном размере. 11.4. Оформление структуры и содержание соответствует требованиям, предъявляемым к диссертационным работам по соисканию степени доктора философии. 11.4. И заключение. По итогам рецензии диссертационной работы предлагаю принять решение присудить Барри Гавит Тулигенуло в степени доктора философии ПХД по специальности 6D 080100 агрономия. 11.4. И, значит, хочу вкратце добавить, у меня были вопросы по диссертанту, но в ходе обсуждения, в ходе ответа на вопросы, уважаемых членов, все мои вопросы были сняты. Хочу также, в свою очередь, отметить, значит, я данного человека не знаю, но, значит, сегодня у меня сложилось такое впечатление, как грамотного, значит, имеющего высокую перспективу ученого, молодого ученого. Ну, надеюсь, значит, здесь заслуга, конечно, респект и руководителям, значит, зарубежному, в том числе отечественному руководителю. Большую благодарность. Значит, таких, я думаю, что таких диссертантов очень мало. Человек чувствуется, он хорошо подготовлен, отвечал на все вопросы и вел себя корректно. Благодарю за внимание. Благодарю вас, Бибит Насевич. Слово предоставлюсь докторанту Бари Габетты Дуганула для ответа на замечательные пожелания официального рецидента. Бибит Насевич, огромная вам также благодарность. И я также имею честь познакомиться с вами, с Лаурой Ануаруны. Благодарю вас за то, что вы уделили мне время, силы и дали мне положительные отзывы. И для меня большая честь иметь дело и сотрудничать, надеюсь, в будущем с такими специалистами, как вы. Благодарю вас. Благодарю. Большое спасибо вам. Спасибо. Удачи вам. Присаживайтесь. Так, уважаемый член диссертационного совета, переходим к общему обсуждению диссертационной работы докторанта Бари Габетты Дуганула. Пожалуйста, кто желает выступить? Хавлджа Париж, пожалуйста. Трибуне, пожалуйста, потому что ведется запись. Уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета, присутствующие. Я очень рад сегодня присутствовать на этой защите, поскольку эта многолетняя работа наконец увенчалась защитой диссертации. В нашем институте эта работа продолжалась очень давно, и довольно тяжело проходило все это исследование, поскольку культура очень такая капризная. Хорошо сказали здесь руководители, рецензенты. Хороший отзыв, я не буду так подробно об этом говорить, но я просто скажу о том, что, несмотря на то, что в Советском Союзе эта культура в промышленных масштабах выращивалась, к сожалению, мы вот этот весь опыт практически потеряли. Не было людей, кто бы подхватил вот этот опыт, который был накоплен в советское время в 50-е годы, и продолжит. Более того, тот материал, генетический материал, он тоже практически был потерян. Очень многие зарубежные страны прямо на расхват брали еще в 50-е, 60-е, 70-е годы этот материал. И у них практически сейчас таких вот больших результатов нет. Но, несмотря на это, этой культуре уделяется по понятным причинам, поскольку это является альтернативой гивеи, которая под угрозой исчезновения тоже. И поэтому, понятно, в мировое такое внимание, в общем мировое внимание к этой культуре, как к альтернативному источнику натурального паучука. И сейчас вкладываются очень большие деньги зарубежные страны, такие как Европейский Союз с его большими финансовыми возможностями, Китай с его большими финансовыми возможностями. И вы знаете, как Китай, если за что-то берется, то он берется очень серьезно. То есть у нас соперники очень серьезные. Европейский Союз вкладывает деньги сейчас в Коксагрис, и Китай вкладывает деньги в Коксагрис. У каждого из этих структур есть, у каждого из этих государств есть даже чуть ли не национальные программы по этой культуре. Представляете? И туда вкладываются деньги очень большие. Вплоть до того, что сейчас секвенирован геном Коксагриса, он держится в секрете. Я вот был за рубежом как раз в Кенгене, это одна из таких частных компаний, больших компаний. Они говорят, да, мы секвенировали, но мы ни с кем этим не делимся. В Южной Корее тоже самое. Они говорят, мы выделили ген, или серию генов, которая отвечает за синтез каучука. Именно из Коксагрыза мы его выделили, серию генов. Да, мы будем заниматься трансформацией и так далее. То есть вот такие работы сейчас, вложения в эти работы, они говорят о том, что просто-напросто внимание даже к этой культуре очень большое. Вплоть до того, что эти большие деньги, я так уверен, что они будут потом отражены в результатах. То есть это и отдаленные гибриды. Сейчас что Европейский Союз делает? Отдаленной гибридизацией занимается. И они говорят, допустим, вот морковка, сама по себе морковь была тоже очень такой маленькой, чуть ли не гвоздик такой тонкий. Но вот путем селекции мы добились вот таких вот урожаев. То же самое мы экстраполируем такие же исследования и на Коксагрыз тоже. Это будет трудно, это будет тяжело, но это возможно. Вот такой ответ у нас сейчас от Европейских наших коллег. За счет чего? За счет тех новых методик, то есть за счет тех новых способов. Это тот же Криспер-Касс, та же генная инженерия. То есть это все те методы, которые, я думаю, в дальнейшем все это позволят сделать. Именно за Коксагрыз взялись серьезно. И вот сегодняшняя защита диссертации сейчас говорит. Это вот такой вот первый шажок, который, я надеюсь, такой вот шажок, который вырастет в такую хорошую дорожную карту, скажем так, по этой культуре в самом Казахстане. Поскольку это наш эндемик, в свое время наши учителя смогли защитить этот, внесли именно в Красную книгу нашей республики. А это очень важно тоже оказывается в мировом таком масштабе. То есть все те, кто пользуются нашим генетическим достоянием, то есть в данном случае Коксагрызом, они будут, если они будут использовать его в коммерческих целях, они должны будут платить роялти. Это вот согласно всем нашим международным договоренностям по биоразнообразию, по защите биоразнообразия. То есть и это сейчас мы должны этим заниматься сейчас, этой культурой активно. Вот я благодарю Габита за то, что он своим старанием, своим таким упорством довел вот эту работу до логического конца. Потому что, вы понимаете, молодежь хватается иногда за что-то, делает что-то, но не хватает терпения, не хватает, я не знаю, каких-то способностей. Но вот у Габита молодец в том плане, что он очень такой терпеливый молодой человек, оказался очень способным именно для научных исследований. Вот мне кажется, руководители очень хорошо его похвалили, я тоже поддерживаю вот те высказывания руководителей в плане того, что он уже готовый специалист. Вот я призываю вас, значит, членов дистанционного совета, рецензентов, дать положительную оценку этой работе. Она разноплановая, конечно, но это такая культура, она такая вот культура, нельзя было на чем-то определенном остановиться, поскольку действительно литература очень немного именно по агротическим вещам, то есть и по культуре тканей немного. Я еще раз повторяю о том, что даже некоторые работы по мультярной биологии даже, в принципе, стараются даже не печатать уже в открытой печати, то есть все уже к частникам переходит. Поэтому я желаю вот Вабиту всего хорошего, давать нам путь, я надеюсь, что из себя получится хороший такой научный сотрудник. Сейчас он работает в агроуниверситете, я думаю, для агроуниверситета это будет полезно, такое примитение. Спасибо. Благодарю вас, Кабулджа Парыша, присаживайтесь, уважаемые коллеги, члены и советы, кто желает выступить? Благодарю вас, Кабулджа Парыша, меня слышите, нет? Да, да, я хотел вам сказать несколько слов. Во-первых, я вижу уже хорошего специалиста, ученого, который себя ведет достаточно грамотно, корректно выступает в полемику, отстаивает свои мнения, выполнена такую серьезную тему. Совершенно не распространена культура в настоящее время. Поэтому нам несколько, он взял для себя очень трудную задачу. В 40-е и 50-е годы вот стоял вопрос производства каучука. Потом в связи с развитием химической промышленности мы перешли химический способ производства резинотехнических изделий. Несколько забыли. Теперь в связи с развитием космической промышленности, оказывается, есть там детали космического производства, нельзя без каучука. Там температура связана, еще с чем-то связана. Поэтому большой интерес в мировом масштабе. Я вот задаваю вопрос, единственный человек, организатор науки, крупный деятель науки Казахстана, с чьим именем связана наша успех и формирование наук Казахстана, Казахстане, Карам Мабаев, славный сын казахского народа. Он, находясь в Курске, еще там был институт каучуконосных растений, он защитил доктору с диссертацией в то время по этой культуре. Просто меня несколько как-то или обидели, что-то не понимаю. Единственная ситуация, диссертат не проработал. Там технологии есть, там производство есть. В то время баллоны, как называется, шины, которые сделаны на основе каучука-така, то самое этого, кукса-мыза, во главе с Сталином, следили все, это большое мероприятие был, пробег Москва-Каракум через пески, через Ашхабад, и получил высокую оценку. Видимо, это военный значение имел, я не знаю, все хлопали, все страна. Единственный эндемик, это родина, вот нынешние Кегельские, Наропольские районы, влажные места. Комсомолец, я даже имя сейчас не помню, этот комсомолец рапортовал в свое время, в 30-е годы, что растет у нас куксарус. Потом это достаточно описано в Минституте ботаники, Добрынином, о наличии, даже есть урочище, где возделывается, так, так, так. Мне приходилось сопровождать делегации по поиске этого растения. Эта информация у меня оттуда. Но тогда на столице такой вопрос серьезный. Параллельно изучался здесь, Карман Баев защитил диссертацию на базе сборов именно с этого кегельского материала, там, в Курской области. Параллельно рассматривать вопрос производства очка, используя сырья от Таусагас. Это, есть известный ботаника Культьяса, тоже эндемик, как бы, Харатав, массива нашего. Два совхоза было в Казахстане. Представляете, насколько серьезно? Это туркстанский совхоз, ну, рядом, где-то, в Туркестане, вроде, в роще Атабай. И был военный совхоз, многие знают, вот, в Жуалинском районе, Бурман. Тоже производили, готовили, упаковали, отправляли для переработки в Россию. И так решали вопрос в то время. Поэтому, кажется, рассматривать Коксагас не мешало бы вести некоторые сравнительные, поскольку я по этому литературу вижу возделывание Таусагас несколько проще, чем Коксагас. Но здесь нам вести ли качество вроде не так важно по сравнению, я не знаю. Но, крайне мере, в рамках диссертации можно привести какие-то сравнения, поскольку по этой части мы имели успех в возделывании. В целом, в этой работе преобладают вот такие глубокие биологические исследования на разном уровне, молекулярном или там чуть-чуть меньше проработал вопрос внедрения технологий. Я вижу, в этой работе основные замыкались на базе вручной посадки на отдельном участке. Там квадрат-метр, там 10 квадрат-метров, чего-то, чего-то. Поэтому, мне кажется, дальше продолжать исследовать надо. Вот. Автор у нас с нами несколько спорил в другом понимании отношения сорта, гомогенности сортов. Здесь, в данном случае, на этом этапе это неважный вопрос. Гомогенность и полимархизм этого вида. Самое главное, глядить надо здесь, от того, что там однобратности не будет, это не помеха. Поэтому в дальнейшей работе, видимо, учесть надо. Вот несколько обидно повторяю работу Карма Манбаева. Почему не смотрит что-то к диссертации? Я не ознакомился, правда, с этой диссертацией. Но раз диссертация связана к кокс-агазам, там много вопросов и подходов были написаны, в то время, когда правительство наше советское уделяло большое внимание. В целом, обытоживая, что я хочу сказать. Вот из многочисленной диссертации, которая защищает у нас на советах разных. Все-таки он проявляет самостоятельность в большей степени, чем другие диссертанты. Хорошо, что он умеет говорить, отстаивать, это очень важно. Поэтому я целиком полностью поддерживаю это направление. Расширяет, тем более, он современный ученый, владеющий методами и технологов в уголовном смысле, стоит несколько расширить агрономические части для внедрения. Поскольку там я вижу вот и это руководители, и они авторы нового сорта, самый, тем более, я вижу второй научный консультант, я вижу по спискам литературы, долгие годы занимаются этой культурой, поэтому сегодняшний, я надеюсь, что ученый совет не ошибется, если мы полностью поддержим, дадим ему покореляться дальше и с большим фахом заниматься новой культурой. В любое положение, раз культура новая, это новое, можно сказать, любое слово по этой культуре. Возгон Рахмет. Рахмет Рахмет Галюла Көлендолы. Уважаем диссертацию совета, если желающие выступить, так, если желающие выступить, если не желающие, то позвольте мне тоже выступить. сегодня было много вопросов задан докторанту, официальные рецензенты дали глубокую оценку, глубокий анализ провели, дали положительную оценку, вступающие поддержали. Да, работа очень актуальная. Это во всем мире этот вопрос изучается, поднимается, ищут решение проблемы. галион тоже отметил, действительно, выдающийся ученый Карим Манбаев в свое время занимался этой культурой, мы сейчас узнаем, два крупных хозяйства, занимались культурой того, чтобы получить каучук. Все это показывает важность исследования, актуальность. Докторанту у нас сейчас работает в Казахском национальном оградном университете, в лаборатории микроколонального размножения. Несколько лет знаю, действительно, в перспективе молодой ученый, сильно успремленный, образованный, грамотный. приезжал даже несколько раз в наш институт казахского плодовышеводства по ряду вопросов. Это показывает, как, скажем, что человек разносторонний и заинтересованный в научных исследованиях. И в лаборатории, в университете тоже очень положительные отзывы. Мы западали несколько вопросов по членам дистанционного совета задания вопросов. Есть, конечно, спорные моменты, но в любом случае докторату в будущем надо будет учесть все пожелания, предложения. И данная тема институционная работа не должна на этом останавливаться. И не должна стать своей работой, которая, скажем, позволит получить вам ученый степень. доктора Пижби. Работа должна продолжаться. И когда у нас, скажем, это будет развиваться, когда сам получит собственный каучук, тогда мы можем сказать, да, здесь есть мой вклад. То, если вы продолжите великое дело в дальше ученых, поэтому вам желаю учесть в сегодняшнем пожеланиях, предложениях, членов дистанции совета официальных рецензентов, выступающих. Я тоже поддерживаю выступающих, научных консультантов, членов дистанции совета официальных рецензентов. считаю, что работа очень актуальна, выполнена на высоком уровне, получены очень много положительных результатов. Сам докторант вполне заслуживает присуждения ученой степени доктора ПИЖДИ. Поддерживаю. На этом мы завершаем. Вам предоставить последнее слово, пожалуйста. Кустин, слово, да. Уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые рецензенты, уважаемые коллеги, благодарю вас за то, что приняли меня, выслушали отдельную благодарность Агранному университету Государства Республики Казахстан за то, что выделили средства для того, чтобы была подготовлена данная диссертационная работа и благодарность данная работа будет иметь продолжение. Будет и в дальнейшем будем работать и усовершенствовать, какими бы методами нам не приходилось работать. Это техническая культура, а не пищевая. И, как говорится, все двери открыты для разработок. Отдельная благодарность моим руководителям Кайрату Забековичу за то, что курировал меня. Отдельная благодарность Булату Забековичу моему зарубежному руководителю, консультанту. Вам благодарность уважаемый председатель. Ученый, секретарь, вам за то, что курировали по документации. И благодарность кафедры агрономии в отдельности ассоциированному профессору Ельдосу Алмабековичу за то, что подготовил предзащиту. Благодарю всех. Уважаемые члены диссертатского совета, уважаемые коллеги, гости. На этом мы завершаем обсужденные работы докторанта Баррия Габи Телегонула. Теперь нам для оценки работы, для голосования необходимо создать счетную комиссию для голосования. Вот поступило предложение избрать следующей кандидатуры. Представители счетной комиссии Токбир Геннаджу Сгуля Глопарна, члены комиссии Дидаренко Светлана Владимировна и Смекенов Изат Темиргалевич. Будут ли у вас другие предложения? Я полностью согласен с мнением членов совета, председателя. Вот и Владимир Телегонова полностью подтвердил свою подготовленность. Как бы я согласен. Сейчас рахметцы. Тогда если других кандидатур нет, тогда Светлана Владимировна и вы пожалуйста будете вести протокол оценивать работу, подводить итоги. Уважаемые члены диссертационного совета, приступаем к голосованию. Хотел отметить, что сейчас не будет голосовать Жан-Бакин Кавлджа Парыш, как руководитель научной организации, где была проведена диссертационная работа, согласно положению Диссертационного совета, пункта номер 6 и подпункта 6.6. Поскольку непосредственно являются руководители научной организации, как бы заинтересованы лица, так скажем. Поэтому сегодня Кавлджа Парыш не голосует. Теперь голосуют официальные рецензенты постоянные и временные члены диссертационного совета. Таким образом у нас должно быть голосов 13. Пожалуйста, начнем голосование. Кто участвует оффлайн, онлайн, всем отправлена ссылка для голосования. Пожалуйста, открывайте ссылки и голосуйте. Теперь хотел просто отметить, что при голосовании пожалуйста одну оценку. Например, если стоит 90-95, вы не указываете 90-95, а указываете одну цифру. 92-95 и так далее. 90 и так далее. Конкретную цифру, а не пределы. Все, приступаем к голосованию. Так, все гости, пока вам не подумают выйти, что на период голосования. Потом мы вас пригласим. Уважаемый член Диссоэта, который голосует, просим в графе «Мой ответ» выставить оценку по стабальной системе, по баллонскому процессу, по стабальной системе, например, 93, 95, 96 и так далее. На ваше усмотрение. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаемые коллеги, эксцентр территории советов, уважаемые лецензенты, еще два человека не голосовали. На данный момент 11 голосов. Двое не проголосовали. Пожалуйста, голосуйте. Продолжение следует... 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 Первый пункт – это характер результатов диссертации. Тут два пункта 1.1 и 1.2. 1.1 – решение задачи, имеющие существенное значение для соответствующих отраслях знаний. 1.2 – изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач. Ваши предложения? 1.2 – поступило предложение 1.2. Какие еще будут предложения? Согласна. Согласим, да? Тогда остановимся на пункте 1.2. Прошу проголосовать, кто за данный пункт, кто против, кто воздержался. Так, единогласно. Переходим к второму пункту – уровень новизны результатов диссертации. Здесь три пункта, три варианта вернее. 2.1 – результаты являются новыми. 2.2 – отдельные результаты, не новые. И 2.3 – значительные результаты, не новые. 2.2 – мы отмечали в рецензии 2.2. Так, какие предложения будут? Так, поступило предложение 2.2. Другие предложения есть? Так, тогда голосуем за пункт 2.2. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Так, пункт 2.2. Отдельные результаты, не новые. Это не означает, что вся диссертация, а отдельные результаты. Так, теперь, поскольку работа уже идет давно, но в данном случае многие, как скажем, результаты новые. Ну, отдельные, да. Теперь третий пункт – ценность результата диссертации. Три пункта – высокая, 3.1, 3.2 – удовлетворительная, 3.3 – неудовлетворительная. Какие предложения? Высокая. Высокая. Пункт 3.1 предлагают. Есть другие предложения? Нет. Так, тогда голосуем за пункт 3.1. Высокая. Кто за данное предложение? Голосовать за, кто против, кто воздержался. Единогласно отмечаем высокую ценность результата диссертации. Так, четвертый пункт – связь темы диссертации с плановыми исследованиями. Три пункта. 4.1. Тема входит в государственные и региональные научные и научно-технические программы или программы международных исследований. Пункт 4.2. Тема входит в программу фундаментальных исследований, отраслевую программу, планы научных организаций и высшего учебного заведения. 4.3. Инициативная работа. 4.1. Так, есть другие предложения? Как отметили официальные лицензенты, научные консультанты, тема выполнена в рамках государственной программы, поэтому остается в пункте 4.1. Кто за данный пункт, прошу проголосовать. Кто против, кто воздержался. Пятый пункт. Пятый пункт. Уровень внедрения, то есть использования, результат диссертации, имеющий прикладное значение. 5.1. На международном уровне. Здесь нужно учесть, что для этого должны быть проданы лицензии, получены международные гранты. 5.2. На международном уровне. 5.3. В масштабах отрасли. 5.4. В рамках организации. Пожалуйста, предложения ваши. Здесь мы исключаем пункт 5.1, наверное, и 5.4. Остальные пункты 5.2, 5.3 обсуждайте. Утрасли надо. 5.3. Утрасли надо. 5.4. Нет, нет. Если 5.4 берется к внедрению, начинающая отдельно организация, возможно, отдельные фермеры, а вот так масштабно внедрение же нет. В отрасли нет, пока не формировался. В отрасли с использованием этого каучково-носого растения. Сначала проверим. Если мы пишем о масштабах организации, получается, что на базе ИББР только. Нет, я имею в виду не исполнитель, а сама организация отдельных фермерских хозяйств, начинающихся работать с этой культурой. Я не знаю. Смотрите. Нет, в отрасли... Тут, например, пункт 5.2, 5.3. Поступил примерно 5.3. Поштабах в отрасли. То есть, какая отрасль? Это технология. Растейноводство, агрономия. Нет, это отрасль имеется в виду производственную отрасль, а не научную. Это имеется в виду сельскохозяйство, типа? Сельскохозяйство, да. Так, тогда... Давайте передумаем, убедили. Вот это масштаб отрасли, наверное. Для этого сделается. Хорошо, давайте масштаб отрасли 5.3. Кто за 5.3 масштаб отрасли? Кто против? Кто воздержался? Так, единогласно. Теперь последний пункт, 6.5. Рекомендации по расширенному использованию результатов диссертации, имеющие прикладное значение. Два пункта. 6.1. Требует расширенного использования. 6.2. Не требует расширенного использования. Уважаемые члены советы, пожалуйста, ваши предложения. Ресценденты. 6.1. Я, да. Что если вы? Поступил предложение 6.1. Другие предложения есть? Так, кто за данное предложение, прошу проголосовать. Кто против? Единогласно. На основании широкого обсуждения всестороннего анализа выступлений научных констандатов, официальных рецензентов, членов диссертационного совета, диссертационный совет постановил принять заключение диссертационного совета в соответствии с положением диссертационного совета. На основании публичной защиты диссертации Барри Габи Толеганула на тему получения высокопродуктивных форм кокса-газа на основе вариабельности морфологических признаков. Голосование 13 членов, за 13, против, нет, средний балл 95, а 4,0 традиционно отлично. Считать, что диссертационная работа в полномерии соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание степени доктора философии П.ЖД по специальности 6D080100, агрономия. В соответствии с правилами просуждения степени комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки и положения о диссертационном совете Казахского национального исследовательского университета, присудит Барри Габи Толеганула степень доктора Ф.ЖД по специальности 6D080100, агрономия. Поздравляем. Уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые официальные рецензенты, научные консультанты и госты. На этом мы завершаем сегодняшнее заседание диссертационного совета. В этом году это у нас последнее заседание. На следующий год у нас запланировано тоже немало защиты. Есть доктораты, которые сейчас готовятся. Хочу всех вас поблагодарить за активное участие на диссертационном совете в 2022 году. Пожелать вам в новом году мира, добра, благополучия, успехов научной и образовательной деятельности, крепкого здоровья, всем, чтобы у вас в семьях было все нормально, благополучия, вам счастья всем. Пусть в новом году будет много положительных эмоций, очень, так скажем, успехов вам. Пусть в нашей стране все будет спокойно, благополучно. Пусть развивается наша аграрная наука, побочия, чтобы наши молодые ученые, скажем, пришли в науку, успешно защищались, развивались и вынесли свой вклад в развитие аграрного сектора экономики нашего Казахстана. Рахмет, рахмет, бірге болсы. Рахмет, бірге болсы. Просотри. Рахмет. Рахмет. Благодарю научного консультанта из Расти, который сегодня тоже выступает. Обычно нас считают за научный консультант. Сегодня ищера тоже научный консультант выступают. Большое спасибо. Всех гостям большое спасибо, что пришли, поддержали нашему новой специалисту молодому ученому. Желаем успехов в научной деятельности в Тволсен. Большое спасибо. Аман и семболык жаттых дар. Аллах береген. Благодарю. Ахмет. 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 Сау. Сау.